Что тут трясется? Опустим сентиментальное вступление, эмоциональный эпилог. Давайте сразу перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Я вернулась, welcome back, как говорится, и чувствую абсолютное счастье. Вот сейчас реальное счастье. Я хочу сделать браток чая, потому что я не могу даже говорить нормально. Простите, если я буду как-то запинаться, я чувствую себя немножко неловко. Но что есть, то есть. И забавная история произошла сейчас. Вот буквально в этот день у нас отключили свет. То есть у меня нет ни интернета, ни телефона, ни компьютера, у меня вообще сейчас ничего нет. Думаю, о, отлично, замечательно. Сейчас сяду снимать видео. Сейчас сделаю себе чашечку ароматного кофе. Будет все так замечательно, прекрасно. И ребятам будет уютно смотреть на меня с чашкой кофе. Я насыпала кофе в кофемолку, вставила розетку в кофемолку. Ну, понятно, что ничего не произошло. Те девочки, которые мне часто писали, это далеко не одна, не две. Многие сталкивались с проблемой, вот этой вот проблемой. И я вам расскажу непосредственно свой опыт, свое субъективное мнение. По этой проблеме я, как всегда, говорю, что я не специалист, не психолог, никакой там не философ. Я на все смотрю только с высоты собственного опыта, собственных ошибок, шишек. Поэтому, да, что есть, то есть. Вы не обязаны повторять мои ошибки, наступать на мои грабли. Но и следовать моим советам, если вам вдруг это по каким-то причинам не близко. Я хочу этим видео добиться просто какой-то актуальной, интеллектуальной обратной связи от вас. И также хочу напомнить, друзья, практически вся моя писательская, творческая деятельность у кошка вышла. Сосредоточена в паблике ВКонтакте под названием Juicy. Я оставлю все ссылки внизу. Поэтому, если вы хотите что-то обсудить, вдохновиться, пообщаться, то прям вот этот паблик – это то место, где мы все собираемся. Также я есть в Инстаграме. Ну, там я не так часто бываю, но бываю. И проза.ру я выкладываю все свои литературные произведения, стихотворения, романы и прочее. Вот это вот три таких места, где меня можно найти. Все. Больше нигде. Ну, если хотите, можете оставлять комментарии внизу. Так, все. Хватит болтовни. Так, я должна вам показать, что это чумы. Оно пришло. Оно здесь. Начну немножко издалека. Когда я была еще совсем молода, я зеленая юна. Где-то у меня было от 16 до 20 лет. У меня был комплекс, очень жуткий комплекс, который я про себя называю синдром справедливого человека. Это сейчас, в настоящий момент, я понимаю, что никакой справедливости в этом мире нет. И искать ее не нужно. Не нужно искать правду и справедливость, где ее вообще быть не может. Есть только события, действия, последствия. Есть реальность. И, соответственно, оценка людей, общественности, которую они дают этим событиям. Это просто представьте себе ситуацию, что вы встречаетесь с своими родственниками, какими-то близкими, с друзьями, с подругами, с кем угодно. И вы начинаете замечать, что они начинают вас как-то нагружать своими проблемами. Но я говорю, что это нормально обсуждать свою жизнь, обсуждать какие-то свои мышечные приятности на работе, на учебе, с близкими людьми, с друзьями. Это нормально, здесь нет ничего плохого. Собственно, а кто еще вас высушит? Кто еще вам даст совет, похлопает по плечу и поддержит, не чужой же какой-то человек. Хотя и такое тоже случается. Ну, это нормально. Но бывает так. Вот у меня это было такое хроническое заболевание. Наверное, все-таки люди видели, что меня этот синдром сопределил человека, который хочет бороться, выступать за что-то. Постоянно находиться, вы знаете, в состоянии оппозиции, в состоянии войны. У меня это по сей день, на самом деле, сохранилось, только уже в более такой мягкой форме. Я могу это поражать в писательстве, в своей работе журналистом, как-то высказывать свое мнение и на что-то немножечко влиять, как я думаю. Хотя, может быть, это и не происходит никакого эффекта. Но в жизни ко мне постоянно перетягивающие вот такие люди, я не знаю, как это можно назвать, может быть, есть какой-то психологический термин этим людям. Они нагружают тебя своими проблемами, но при этом никакая толком поддержка, сочувствие, твои советы им не нужны. То есть, ну, вот простой пример. Человек ищет работу, человек ищет любовь. Или у человека какие-то проблемы, может быть, на той же работе. Или с учебой, там, я знаю, завалил какую-то сессию или какие-то экзамены. Любая проблема. И он начинает вот там монотонно, ну, дети о чем-то нагружают вас, как все плохо, как все ужасно, что мне делать, все так плохо. Но вы же человек логичный, вам со стороны виднее, вы не так эмоционально настроены. Со стороны всегда виднее, вы всегда можете дать. Ну, в 90% случаев объективный совет, если вы не участвуете в этом конфликте человека с чем-то, тоже так же эмоционально. Эмоции не всегда мешают. И есть, на самом деле, смысл прислушаться к тем людям, которые дают вам советы, но при этом не участвуют во всех ваших там ахах, вздохах, божихах плохо. И еще раз повторюсь, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. В принципе, всегда можно найти выход. Другое дело, хочет ли этого человек или нет. Так вот, мои знакомые, подруги, с которыми я дружила десятилетиями, просто, ну, около десяти лет я дружила. Вот у них, ну, я даже не могу сказать, что это было такое локальное явление, у них это был такой образ жизни. Постоянно ныть, нудеть, все как плохо, все ужасно. Ну, как только я, ну, да, человеку здравому, я начинала давать какие-то реально хорошие советы, которые помогут избавиться от проблемы, ну, не за один день, конечно, но довольно за быстрый срок. У них сразу как-то еще больше упортилось настроение, как будто они желали, ожидали услышать от меня что-то другое. Для меня это было очень странно и, к сожалению, много лет потребовалось, чтобы разорвать такие токсичные отношения, потому что они заматывали меня сильно. Я была готова этим людям отдать там последнюю рубашку, последние деньги, потому что я очень высоко оценила дружбу, родственные связи. Но получила, знаете, да, игра в одни породы. Человек из тебя вытягивает вот эту вот энергию. Причем это делалось все не особо. Человек просто так жил. Он общался так не только со мной, но и с другими людьми. И это была просто такая манера общения, такая, знаете, жалобная. В России много таких людей, на самом деле. Это какая-то немножко часть российского русского менталитета. Но то, как постоянно, знаете, применяться, жаловаться, там, не знаю, приходишь в класс, спрашиваешь, кто сделал домашнее задание. Все такие, нет, нет, никто не сделал, мы все такие плохие. И в итоге какая-нибудь отличница там, которая тоже говорила, что ничего не сделала, получая там пять с плюсом за то, что там решила суперкрутое уравнение. Хотя буквально за полчаса до этого она говорила, что она нихрена не сделала. Ну, как после этого верить людям, я не знаю. Как после этого не верять? И то же самое было и с родственниками. Та же самая ситуация. Человек ищет работу, например, просто к примеру. И ты понимаешь, ну, как решить эту проблему там, да, через какое-то время у тебя кончатся все деньги. Что ты можешь делать в данный момент? Помочь человеку финансово, это первое. То есть, чтобы он мог заплатиться квартиру, чтобы ему были деньги на еду, там, на проезд. Чтобы ездить на собеседование и так далее. Ты можешь помочь, да, это нормально. Люди помогают друг другу, если они любят друг друга. Но если человек жалуется тебе, но при этом совсем ничего не делает, чтобы как-то выбраться из этой ситуации, из этого замкнутого круга. Говорят, что он такой, не знаю, не талантливый, не способный, у него ничего не получится. Ни к чему хорошему это не переведет. Человек это сам себе друг и сам себе верный враг. Поэтому, как это сказать, никто, кроме вас, не может помочь себе в полной мере. Другой человек может вас поддержать, сказать какие-то хорошие слова, дать верный вектор. Но все остальное, всю самую вот эту вот сложную и ответственную работу все-таки вы должны делать самостоятельно. И тот человек, с кем вы разговариваете, которого вы поддерживаете, он должен все-таки это понять, постараться максимально донести тот факт, что мы сами строим свою жизнь своими руками. Безусловно, там может быть какая-то женщина, как это сейчас распространено, да, может похлопать глазками, там, вывалить свое большое декольте. И какой-нибудь дурачок купится на это и возьмет ее, там, с двумя детьми, я не знаю, за плечами и будет ее обеспечивать, кормить, там, любить, уважать и так далее. Она при этом будет сидеть дома, там, не знаю, что делать, чай пить, интернетики сидеть. И радоваться, как ей повезло, как все здорово, какого мужа лопушка она нашла, который, там, будет впахивать на двух-трех работах, чтобы их обеспечить. Это распространенное явление, это как бы нормально. А нет, другая тема, это совершенно другая тема. Я не думаю, что вы будете советовать такой сценарий своим подругам, родственникам, это естественно. Но суть самостоятельности. Все мы эмоциональные люди, да, мы подвержены каким-то эмоциям, да, если вы потеряли работу или у вас возникла какая-то проблема, вы будете переживать. Но вот, да, нужно просто сесть и подумать, ну, хорошо, я переживала, поплакала, мне стало легче. Но нужно какой-то строить план, действий, что делать дальше. Опять-таки, выходов огромное количество. Вы осознанно закрываете для себя эти выходы. Ну, и представьте себе, если у вас есть такое большое количество выходов, и есть родственники, с которыми вы встречаетесь, которые могут вас как-то поддержать, и вы при этом еще их нагружаете. И они потом приходят домой, у них болит голова, им плохо, они не могут, блин, прийти в себя толком несколько дней, как это было со мной. Я очень близко к сердцу воспринимала неудачи моих подруг, моих родственников. Я просто, я все принимала на свой счет настолько близко, что я могла заболеть. Очень сильно переживала и чувствовала, как будто я должна изменить их жизнь. Но этого не будет. Ты никогда не сможешь поменять жизнь в лучшую сторону какого-то человека, пусть и близкого тебе, если он этого не хочет. Друзья, так получилось, что в последнее время я стала гораздо проще относиться к таким людям, которые меня окружают, к знакомым и вообще ко всему прочему. Я просто постараюсь для себя осознавать, что то, что ты видишь вокруг себя, это только твоих рук дело. Безусловно, да, бывают какие-то обстоятельства, бывают ситуации, на которые ты не в силах повлиять. Но поверь ты, в силах на них повлиять. Что-то случилось, но ты можешь изменить эту ситуацию. Я не говорю о каких-то фатальных инцидентах, на которых ты не можешь повлиять. Но по большей части все эти бытовые проблемы, они решаемы, и все зависит только от тебя, от твоего характера, силы воли, внутреннего сфера, дисциплины и ответственности за свою жизнь. И не нужно возлагать ответственность за себя, любимого, я не знаю, на какого-то другого непонятного человека, который за себя-то тоже должен отвечать. Там, не знаю, на религию, еще на каких-то непонятных призраков. Надеждой, что они тебе помогут. Не помогут. В итоге ты обнаружишь себя, и вы знаете, как Жервеза из романа Эмили Заля Западня. Кто читал, тот знает, что случилось с Жервезой, которая очень сильно зависела от общества, от общественного мнения, от окружающей среды. Хотя она могла запросто взять и поменять ее. И пусть ее бы осудили, да, пусть критика со стороны общественности была бы знатная, все-таки то время давала себе знать. Но она была бы счастлива, если бы просто взяла и поменяла бы свою жизнь на 180 градусов. Благо у нее была такая возможность, которую она благополучно упустила. У меня соседей просто... Я сижу теперь на кухне, а мне другие соседи не дают покоя, не дают снимать. Как так вообще? Тихое место найти невозможно. Так вот. Так вот, друзья, давайте подведем некоторые итоги всему, что я сказала. Давайте будем уважать себя и других людей. Вот что я хочу сказать. Лично я никогда не буду нагружать какими-то проблемами чужих и даже своих людей. Я всегда хочу решить свои проблемы сама, это мои проблемы, да, решить их, а потом уже с юмором, так знаете, рассказать каким-то своим знакомым, друзьям, что да, было такое, да все прошло, все нормально. Просто потому что я их люблю и уважаю. Я знаю, что у них из своих каких-то задач по горло, и почему я должна еще их чем-то своим грузить. Тем более я всегда знаю, что все пройдет, все образумится, я все решу. Проблемы бывают, это жизнь. Вы знаете, это как на работе. Многие люди очень сильно переживают там на работе, там в сроке, оврал еще что-то, какие-то нервы требует начальство. Я к этому отношусь спокойно, как к рабочим моментам. Это работа, здесь все решается. Это те вещи, на которые вообще нельзя реагировать как-то эмоционально. Нужно стараться развивать себе рациональное, критическое мышление к таким вещам. В жизни не так хватает каких-то эмоций, потрясений, к чему это еще на работу приносить. В работе все более-менее предсказуемо, даже в журналистике, которую я вообще считаю самой непредсказуемой профессией. Я просто призываю вас быть более порядочными, более воспитанными, причем это будет вам же на пользу. Именно на пользу вашего здоровья, вашего самочувствия. Да, встретились вы с какой-то подругой, которая вас вот такой уши от всего вылила. Постарайтесь смотреть на ситуацию объективно, когда журналист, например, смотрите на ситуацию со стороны. Если требуется, погладьте ее там по спинке, обнимите ее, успокойте ее. Дайте какие-то советы, которые, на ваш взгляд, кажутся адекватными в этот момент. Но, поверьте, решить их сможет только она сама. И ни в коем случае она не обязана и не должна вас обвинять в том, что вы там ей не помогли или недостаточно сильно ей сочувствовали, что вообще бред. Если ваши друзья начинают вас в этом обвинять, бегите от таких друзей. Лучше, как говорится, быть одному, чем с кем попало. Это замечательная истина, которую иногда нужно помнить. Ну, в конце концов, да, мы приходим в этот мир в одиночестве, не уходим, тоже в одиночестве. И вы это тот человек, который проведет с собой большую часть времени. И цените себя, любите себя. Уважайте других людей, цените других людей, но не позволяйте им портить вашу жизнь и нарушать вашу психику, ваше здоровье, ваши нервы. Я это говорю уже сейчас вот так вот, потому что было бы очень тяжело, было бы очень сложно научиться переключаться и не воспринимать манипуляции, ожидания вот этих всех от других людей на свое счет близко к сердцу. Я воспринимаю по сей день, но уже не так болезненно, как раньше. Поэтому, друзья, давайте закругляться, уже очень много времени, я на сегодня хочу снять еще одно видео для вас. Так, оставляйте свои комментарии внизу обязательно, давайте обсудим эту тему. Были ли у вас подобные ситуации, есть ли у вас такие друзья или родственники. Как вы реагируете, как реагируют они, в общем. Давайте раскроем эту тему, чтобы она была полезна для других людей, которые вдруг случайно сюда забредут. Вдруг придем к какому-то интересному, полезному, общему знаменателю. Все, давайте обнимаю вас. Пока-пока.